Ли Фигаро, Франция Фотография накачанных регбистов сборной ЮАР вызвала полемику Арна Кудри Ли Фигаро, Франция 10 сентября 2019 года Сборная ЮАР по регби, которая всего за три дня одержала победу на прошлом чемпионате мира, начнет борьбу за новый титул 21 сентября с противостоянием с другими фаворитами – новозеландцами. Активно занятые подготовкой игроки выложили фотографию части команды с выставленной на показ мускулатурой. Снимок породил бурную реакцию в соцсетях и за их пределами. В беседе с паризиен бывший регбист Фабрис Ландра, Фабрич Ландреа У, заявил, что его поразила подобная демонстрация мускулов. Когда я увидел это, то подумал, что это фотошоп. Я думал, что это тизер для привлечения внимания к сборной перед чемпионатом мира. Если все по-настоящему, они очень накачанные. Такого же мнения придерживается и другой бывший игрок Матьёблин. Матэюблин, этих парней можно принять за бодибилдеров. Хоть сейчас на календарь, если говорить о фото, с визуальной точки зрения это поразительно и даже пугающе. Бывший игрок Ольстера Стивен Феррис, Степан Феррис, поделился фотографией в Твиттере с такой подписью, они претендуют на титул. В любом случае, я бы не поставил против них. Исторически ЮАР всегда считала максимальную физическую подготовку одной из главных составляющих своего регби. Но с ней всегда были связаны подозрения в допинге. Новость о субботней кончине 49-летнего Честера Уильямса, Честер Уильямс, пробудила старых демонов. Единственный игрок Метис из сборной, победивший черных новозеландцев в финале чемпионата мира 1995 года, 15-12, стал уже четвертым ее членом, который ушел из жизни раньше 50 лет. Его преждевременная смерть наверняка создаст почву для новых слухов о его медицинской программе. В июле этого года другой игрок сборной Джеймс Смол, Яме Смол, умер в возрасте 50 лет от сердечного приступа. Врачебные предписания ранее Йост Вандер Вестхейзен, Яост Вандер Вестхейзен, 6 лет боролся с невральной аммиотрофией Шарка Марии, но ушел из жизни в феврале 2017 года в возрасте 45 лет. Жертвой этой редкой болезни также стал известный в 1990-х годах Тинус Лайне, Тинус Лине, который угас всего за несколько месяцев в 2014 году. Рубин Килгер, Рубин Кругер, который отметился спорной попыткой в полуфинальном матче со сборной Франции в Дурбане в 1995 году, умер в 39 лет в 2009 году из-за возникшей 10 годами ранее опухоли мозга. Наконец, непобедимый Андрей Вентер, Андрей Вентер, сейчас сидит в инвалидном кресле. Этот гигант, 1,95 метра и 103 килограмма, который шесть раз участвовал в международных состязаниях с 1996 по 2001 год, стал жертвой поперечного мьелита, воспаления костного мозга позвоночника, которое возникает у одного человека из миллиона. Простое совпадение? Не факт. На своем последнем матче в парк Депрен с французой сошлись с южноафриканцами в 1997 году и потерпели одно из самых разгромных поражений – 10.52. В тот момент у них сложилось впечатление, что им противостояли сверхлюди, оставившие их далеко позади в физическом плане. Во время антидопингового контроля врач сборной ОАР представил в оправдание применение запрещенных веществ не менее дюжины предписаний, которые стали предшественниками нынешних разрешений на использование в терапевтических целях. В высшей степени подозрительный факт. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.